Если спуститься с площадки перед магазином Кэмп, на которой располагаются образцы военной техники, по ступенькам вниз к Клязьме, то попадаешь на набережную Юности. Сегодня ветреная погода сделала проложенные здесь асфальтовые дорожки довольно малолюдными. Однако в другую, более теплую погоду сюда неизменно приходят местные жители. Именно здесь и планируется установить новый памятник – гранитную стеллу в честь погибших несовершеннолетних узников фашизма. Инициатором установки памятника выступила председатель Щелковской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Алла Дубенко. Если говорить о тех событиях Великой Отечественной войны, то наши малолетние узники, жертвы фашистских концлагерей, тюрем, гетто и мест принудительного содержания претерпели большие неволи вводы Великой Отечественной войны и испытали на себя все тяготы Великой Отечественной войны. На фронтах Великой Отечественной войны погибли миллионы людей, но из них 5 миллионов погибло детей. Из 10 вернулся только один. И наша святая обязанность сохранить память о тех невинно погибших детях. Среди прошедших через ужас фашистских концлагерей в 1941-1945 годах есть и наши земляки. Но с каждым годом тех, кто помнит эти тяжелые времена, становится все меньше. Сейчас в городском округе Щелково проживает 123 бывших несовершеннолетних узников фашизма. Усилиями активистов, общественной организации, которая их объединяет, делается многое для того, чтобы воспоминания о пережитом становились известны молодым людям. В прошлом году была издана книга «Память о прошлом не знает забвения». На основе материалов, которые были подготовлены 50 ветеранами, бывшими несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей. И решение разместить здесь, на набережной юности, памятник погибшим в фашистских застенках детям – это напоминание нашим современникам о тяжелейших страницах истории страны. Истории, которая никогда не должна повториться. «Хотелось бы, конечно, чтобы памятник у нас стоял здесь, и чтобы наши внуки и дети помнили, как узникам фашизма поставить памятник здесь нужно, конечно, обязательно». «Он будет изготовлен из гранита карельского, красно-коричневого цвета, вверху высотой 2,5 метра, вверху на ширине 50 сантиметров из меди выполнены по периметру детские лица. Это лица тех детей, которым не суждено было возвратиться». Создание памятника будет профинансировано за счет средств местного мецената. Установить памятник планируют в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Причем по предварительной договоренности торжественную церемонию открытия стеллы хотят назначить на 22 июня, когда будет отмечаться очередной день памяти и скорби. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.